Бисмилляхи рахману рахим Уссалату ассаляму а'ля набийна Мухаммадин а'ля алихи и сахаби и жмаин Ну, если честно, в двух словах о таких людях невозможно что-то рассказать. Мы в том году тоже где-то минут на 30, наверное, говорили про шейха, про его семью, про его отца, про его дедушку. Если вкратце, то его дедушка шейх Абдул-Азиз Ащатри тот, который был первым советником еще, советником короля, основателя Саудовской Аравии короля Абдул-Азиза, Малик Абдул-Азиз и вот от короля Абдул-Азиза на сегодняшний день пошли остальные короли то есть был основатель Саудовской Аравии Малик Абдул-Азиз, король Абдул-Азиз если вы даже поедете в Мекку кто видели, часы там такое большое здание, вот это называется вакф Малик Абдул-Азиз, то есть именно гостиницы, которые находятся в этом здании торговые центры, все, что выручены деньги с этого большого, громадного здания идут на обеспечение мечети Аль-Харам в Мекке. Потом уже был после короля Абдул-Азиза первый король, после второй король, его сын Малик Сауд, король Сауд бин Абдул-Азиз Аль-Сауд после короля Сауда был король Фейсал после короля Фейсала был король Халид, после короля Халида был король Фахад после короля Фахада был король Абдулла после короля Абдуллы был король Сальман, который сейчас и его уже наследний принц, сын короля Сальмана Мухаммад бин Сальман все вот эти перечисленные короли, они все являются сыновьями короля, основателя короля Абдул-Азиза. И вот дедушка нашего уважаемого шейха Саад-И-Чатри был первым советником короля Абдул-Азиза. И уже потом короля Сауда, его сына. То есть он первый из тех людей, который занимался распространением ислама на территории Аравийского полуострова. То есть было из такой, не просто они советники, а такие ученые. Хорошо знали Куран, хорошо знали Сунну, хорошо знали такие именно как раз вот на фотографии дедушка шейха Саада-И-Чатри, шейх Насир. Вот это как раз они с королем Салманом. Отец короля получается отец шейха Саада-И-Чатри он также является, его прозвище было Мустачар-Иль-Мулюк. Не просто советник короля, а советник королей по религиозным вопросам. То есть он был советником у короля Халида, у короля Фахда, у короля Абдуллы, и также у короля Салмана. Потом уже, рахмагуллах, он недавно умер, и его уже сын уже стал советником для короля Салмана. Мы как раз говорили, вот Резван Хаджи, когда по видеосвязи с вами созванивались на днях, как раз нам Резван Хаджи показал дом шейха Саада-И-Чатри и говорит, вот как раз вот эти ворота, которые 150 лет не закрываются. Мы говорили, что их дом, это тот дом, который 150 лет, то есть еще создавался со времен их деда, а эти ворота не закрываются. Каждый желающий человек может зайти к ним в гости, домой, за каким-то советом, с какой-то просьбой. То есть это именно тот проводник между обществом и руководством, и королем является именно вот семья Аш-Чатри. То есть, аль-хамдалля, много благих деяний они делают, как на территории Саудос-Караеви, так же во всем мире. Кстати, вот Эльдар Хаджи, шейх Аш-Чатри приезжал в одном году, посещал тоже, у него встреча была с муфтем, шейхом Рамиль Гайнуддином, на простых земерах, как бы он тоже был в России, аль-хамдалля. Такая одна из историй была, отец его, шейх Наср, то есть, его очень сильно любили из-за его мягкого сердца, его мягкий, именно призыв к исламу, аль-хамдалля, он такой мягкий был у него. И король Халид, одна из историй, когда был на лечении в Швейцарии, ему сделали операцию, потом сказали, нужно пройти реабилитацию в Швейцарии. И он говорит, нет, я хочу вернуться в Тумаму, в Риад, в деревню, хочу читать намаз за шейхом Насаром, за отцом шейха Саады-Чатри. И когда прочитал аят в сурат-аль-му'уминон, то есть, их лица будут брошены в ад, в этот момент король Халид говорит, то есть, я как бы хотел заплакать от страха перед Аллахом, но потом вспомнил, что передо мной стоит шейх Насар, именно тот человек, который, аль-хамдуллях, с мягким сердцем, иншаллах, и дружба с ним, с таким братом, аль-хамдуллях, будет в помощи мне, как шафа в судный день, и мое сердце, аль-хамдуллях, расслабилось, когда говорил король Халид. То есть, из такой семьи, аль-хамдуллях, наш уважаемый шейх Саады-Чатри. Каждый год, аль-хамдуллях, они делают благие деяния по всему миру, аль-хамдуллях, он является близким другом нашего уважаемого Резван Хаджи. Аль-хамдуллях, вот такой вот, если вы разрешите, Резван Хаджи, хотел бы рассказать историю, как ваше знакомство с шейхом Саады-Чатри. Когда Резван Хаджи был в Саудовской Аравии, были в гостях у одного принца, и все пошли на обед покушать. Резван Хаджи, у него был пост, он не пошел, и шейх Саады-Чатри у него тоже был пост, то есть дополнительный пост, это был понедельник или четверг, и в этот момент шейх Саады-Чатри говорит, почему ты не идешь, у меня пост? Он говорит, у меня тоже пост, ты взял финик, говорит, тогда можно, чтобы ты с этим фиником ты сделал лайфтар. Он говорит, хорошо, потом после этого говорит, сколько сможете с собой забрать в Россию, мы передадим финики. Резван Хаджи говорит, сколько сможете, сколько дадите, столько заберем, у нас тут бор стоит, мы заберем с собой. Вот несколько коробок, 2-3 коробки фиников передали, потом посоветовались с Резван Хаджи, с Эльдар Хазратом, то есть как правильно сделать ифтар от его имени, не просто финики раздавать. И вот такая традиция, она, аль-хамдуля, с прошлого года началась, ифтар от его имени в этом шатре, вы слышали, в каких городах, в каких странах тоже от его имени проводится, и в этом году он сказал ему, аль-хамдулилля, Аллаху, тому Всевышнему Аллаху, который нас объединил посредством одного финика. Вот благо, какой финик, иншаллах. И в следующие годы, чтобы также, аль-хамдуля, мы радовались такими ифтарами от нашего уважаемого шейха, шейха Саады Шатри. Баракалафикум, чизакам нахайр. Саламу алейкум, баракат.